Открытие памятника Петру Первому на Сенатской площади в 1782 году стало настоящим событием. Только одна транспортировка гром камня чего стоила? Дерзновению подобно. Так назвала эту масштабную операцию Екатерина Великая. Своё второе имя «Медный всадник» монумент получил с лёгкой руки Александра Сергеевича Пушкина. Позже шедевр Фальконе и раз появлялся в произведениях искусства. Ахматова, Брюсов, Кустодиев, миниатюрного всадника можно даже обнаружить в одном из яиц Фаберже. В наше время творению француза посвятил целый фильм режиссёр, сценарист, актёр, настоящая легенда кино Василий Борисович Ливанов. Почему именно этому памятнику и как так вышло, что киноистория о создании бронзового Петра стала чем-то большим, чем просто художественное изложение исторических фактов? Какой символизм доложен в ленте? Всё это и не только покажем крупным планом вместе с автором картины «Медный всадник России» Василием Ливановым. 27 мая. День основания Санкт-Петербурга. День города. И, конечно же, не секрет, что «Медный всадник» — это один из символов Петербурга, но и не только. Можно сказать, что это один из символов России. Вот вы помните, когда вы увидели эту скульптуру и что вы в тот момент почувствовали? Как она вас впечатлила? Какие у вас мысли появились? Мой отец, великий русский артист Борис Ливанов, он снимался под Ленинградом тогда в фильме «Дубровский», играл главную роль. А мама рожала меня в этот момент. И когда мне было две недели, мама из Москвы привезла меня в Ленинград показать папе в гостиницу «Астория». Так что я считаю себя отчасти петербуржцем, ленинградцем. Отчасти. Ну, а уже в более-менее сознательном возрасте я уже побывал после войны в Ленинграде. Но вы знаете, у меня никаких особых воспоминаний о памятнике Петру Первому нету этого времени. Нету. Но я помню, конечно, памятник роскошный. Тогда когда зародилась идея посвятить «Медному всаднику» фильм? И почему именно этому памятнику? Ведь, мне кажется, в России можно найти памятники, которые символизируют страну достаточно много. Нет, ну, во-первых, я думаю, что равного по значимости памятника, равного «Медному всаднику» нету, я думаю. А потом, лет десять назад, я прочёл в газете, что один молодой человек с высшим образованием в Петербурге поступал на высшие курсы режиссёров кино. И на собеседование ему задали вопрос «Кому стоит памятник на Сенатской площади?» И он ответил уверенно Скобелеву. Это на меня произвело жуткое впечатление. Шок у меня просто был. Шок. Я трижды перечитывал, не верил своим глазам. Хотя это катастрофа. И вот у меня тогда зародилась идея сделать историю создания этого памятника, кинематографа. Я собрал литературу. Значит, слава богу, есть такая книга. Написал её Авраам Каганович. Такой был крупный, очень искусствовед. И он написал книгу «Медный всадник», где подробно описал всю историю создания «Медного всадника». Это в основе сценария моего она легла, эта книга. И потом я стал читать всё, что относится ко времени Екатерины и так далее, и так далее. Сделал сценарий. Вы когда изучали литературу, изучали различные исторические книги, вы что-то для себя новое открыли? Да, я, например, открыл, что, и я в это верю, что Екатерина была дочерью князя Бецкого. Потому что этот Бецкой, он в молодости, первая его работа была посланником в Париже. А мама Екатерины была очень легкомышленная дамочка и очень любила мужские ухаживания. И все, кто присутствовал при общении с ними в Париже тогда, говорили, что у них был бурный роман. Все, кто был в курсе дела, они подсчитали сроки рождения принцессы молодой и пришли к выводу, что она дочь Бецкого. Я думаю, что это так. А подтверждается это тем, что когда Екатерина стала императрицей, она почему-то в свои покои в Зимнем дворце вселила Бецкого. Больше никого. Но почему Бецкого? Он жил просто рядом с ней в комнате в Зимнем дворце. И она ему давала все физические должности. Он был президентом академии, сиротский дом, шеф был. И то есть у него была масса, масса таких обязанностей. Я читал о Бецком, и есть версия, что он был сыном князя Трубецкого, да? Это само собой, потому что если был незаконно рожденный ребенок, то отнимался первый слог фамилии. Трубецкой, Бецкой, да? Она была истинно русской императрицей. И, наверное, вот именно ее происхождением объясняется ее такая неразрывная связь с русским духом. В дневнике я ее читал, и она пишет, что Елизавета Петровна пригласила ее проверить, как она успевает в изучении русского языка. И она пишет в дневнике, что Елизавета была потрясена, что она разговаривает по-русски без всякого акцента. Что это произвело на Елизавете невероятное впечатление. Она с восторгом констатирует это в своем дневнике. Ну да, в вашем фильме она как раз говорит без акцента, при том, что в фильмах других режиссеров нередко она говорит с акцентом. Да, я в фильме название не помню. Замечательная актриса Светлана Крючкова играет Екатерину Вторую и говорит с немецким акцентом. Это неверно. Но зато это колоритно, так сказать. Я не актриса, у меня нет актерского образования, я не очень знаю, как надо входить в образ. Мы начали говорить о Екатерине Второй. Почему именно Ольга Белова сыграла эту роль? Вы знаете, во-первых, Оля, она похожа. Ее внешний женский тип, она очень близок к Екатерине. А во-вторых, в ней есть такое открытым глазом видимое чувство собственного достоинства, которое для императрицы необходимо. А играть это чувство, это будет наигрыш. Это будет глупо просто. Оно или есть, или нет, это чувство. Ольге это и есть. И потом, при этом оказалось, что она очень артистичная. Совершенно согласен. Предсоветую вам, Иван Иванович, почаще брать пример со светлейшего князя Потемкина. И сам государственные дела успешно ведет. И не докучает мне без особой надобности. А то шагу без меня ступить не можете, чтобы не запутаться. Сама Екатерина II как историческая личность. Почему вас восхищает? Ну, потому что я и сделала колоссально много. Сделано для России, она сделала невероятно много. Невероятно много. И потом ее любовные связи, это же в основном выдающийся мужчина. Потемкин, это же грандиозная фигура. Завоеватель Крыма. Вместе с Сугоровым, с Румянцевым, с Ушаковым. А потом Алексей Орлов. Он лирийский генерал. Но она вот так догадалась, что он выполнит эту невероятную задачу разгромить турецкий флот. И поставила его главным. Флотоводцем главным. И он сделал. Нет, это фигура очень серьезная, очень одаренная. Меня еще раз убеждают, потому что она все-таки дождь битского. А русского немного. Можно начинать? Начинайте. Мне, на самом деле, когда смотрел фильм о фильме, больше всего понравилось именно, как технически была проведена вот эта операция с громкамнем. Я знаю, что это муляж огромный. Я понимаю, что он, наверное, не весит столько, сколько громкамень. Получается, вы еще 300 человек, которые участвовали в этом съемочном процессе, стали такими своеобразными свидетелями начала вот этой грандиозной операции. Я хочу показать хотя бы в первых шагах грандиозность случившегося. Его двигают немножко, это начало, транспортировка эта по Неве на два корабля между ними. Делали такой настил, и везли это вообще-то немыслимо, конечно. Когда доставили громкамень, Екатерина издала медаль с надписью «Дерзновению подобно». Она была потрясена и восхищена по поводу надписи на постаменте. Были разные варианты. Фальконе настаивал, что сокращать, сокращать. В конце концов дошли до пяти слов. Петру Первому воздвигла Екатерина Вторая. И эту надпись утвердили. И после утверждения Фальконе обратился к Екатерине и сказал, давайте уберем слово «воздвигла». И это гениально, потому что надпись «Воздвигла Екатерина» это говорит о том, что она просто имеет отношение к созданию памятника. А когда Петру Первому и Екатерина Вторая, это ставит ее рядом с Петром Первым. Сразу это поняла Екатерина и утвердила эту надпись. Сейчас пойдут цифры. 250 оригинальных костюмов. Более 5000 человек задействованы в массовых сценах. Съемки проходили в Москве, Крыму и Петербурге. Достаточно масштабный проект. Вот что в таком проекте было самое сложное для реализации? Я вообще воспринимаю это время работы над фильмом как счастливое время. Потому что группа замечательная у меня собралась. Изумительная группа. Оператор, главное, не моляй. Николай Денис просто... Классик. Классик, оператор, изумительная художница. Мария Туршкая. Я смотрел кадры съемки фильма о фильме. По-моему, она больше всех переживала за различные сцены. Но она человеку очень преданный искусству. И это очень требовательный. И к себе, и к другим. Почему вы прекращаете работать? Почему вы ищете себе оправдание? Так нельзя. Марш, не кричите. Вот мне осталось пять минут. Пять минут. Вот мне осталось. Я уже все доделала. Не надо прикрываться тем, что я не доделала. Пускайте свою жизнь. Репетируйте. Через пять минут пускайте ее. Только не истерику, не заводи здесь. Нам нужно было крупноголого Петра, который вылепил его ученица Мария Кало. У Фалькана же не получалось. Он был в отчаянии. Он никак не мог слепить правильной адресности голову Петра. И потом у меня в фильме «Это есть» приходит в мастерскую, и она втайне от него голову вылепила. Заказали в скульптурной мастерской. Слепить голову Петра, да? И когда мы получили это изделие, то Маша Туршкой так не понравилась, что она взяла и сама вылепила эту голову. Блестяще сделала. Сцена, когда Фалькане на коленях благодарит свою помощницу. Все-таки вот эти диалоги, их же нужно продумывать, прописывать. Вот как происходит работа над этими сценами? Я не знаю, может быть, вы визуально представляете вначале поведение героев? Или вначале отрабатываете диалог? Ну как же, не представляя поведение героев, какой можно отрабатывать диалог? Ведь писатель, когда пишет, он все равно, хоть он не актер, но он перевоплощается в свои персонажи. И становится то тем, то этим человеком, то той, то этой женщиной и так далее. И когда читаешь об этом эпизоде, когда она слепила, Анна Марикало, когда она слепила голову Петра, да, и увидела это Фалькане, и, естественно, понимаешь, он ее любил очень, свою ученицу, то, естественно, он должен встать перед ней на колени и поцеловать ей руки, которым она вылепила эту голову. Василий Борисович, как появилась идея ввести в фильм такой художественный прием, что актер Евгений Редько готовится к роли и также проводит экскурсию своей дочки по Петербургу? Понимаете, в чем дело? Очень хотелось, чтобы отразилась связь покорения. И финал «Бессмертный полк» — это же тоже связь покорения. «От Петра, о мощный властелин судьбы, не так ли ты над самой бездной на высоте уздой железной Россию поднял?» Вот это вот, понимаете, кто поднял? Вот скажу, что я ищу, но я не ищу. Это правда, ведь у нас утвердил наш президент Путин, что в этом году мы празднуем 350 лет со дня рождения Петра Первого Великого. Но вот эти слова, эти строгие пушкинские, которые я прочел, они могут быть также отнесены и к нашему президенту. Вот видите у меня, это монетки я расстроили, которые я приобрел в Ленинграде. Нашли два скульптора, они отливали вот эти монеты. Это Петровские деяния, здесь отражены. Но это, понимаете, Петра можно изучать без конца. Это настолько сложная и многоплановая фигура такой невероятной масштаб личности. Так же, как Екатерина Петру Первому, Екатерина Вторая. Это правда. Смотрите далее. Какая роль в карьере Василия Ливанова была самой опасной? В страшных условиях мы снимали. Как мы живы остались. Как у актера появился голос, полюбившийся миллионам. Она мне сказала, Вася, молчи, ничего не говори в течение недели. Я пришел в ужас, в ужас. И что повлияло на успех кинообраза самого известного сыщика мира? Это тайна. Кинематограф несет в себе некую мистическую тайну. Василий Борисович, вы сначала окончили московскую среднюю художественную школу, но поняли, что все-таки хотите стать актером и решили поступать в театральное училище имени Щукина. Вы помните тот момент, когда вы поняли, нет, художником быть не хочу, мое призвание – актерское искусство. Вот что на это повлияло? Повлияло, во-первых, то, что у меня дед, который меня воспитывал до 14 лет. Я с ним очень тесно общался, я его обожал. Он был актер провинциальный лев, объездил всю Россию. Отец мой, ведущий актер Московского художественного театра. Отец очень боялся фамильной инерции. Он боялся, что дед актер, отец актер, и я актер, а потом оказывается, что у меня недостаточно способностей. Представляете, мое состояние, я буду винить в том, что у меня не складывается жизнь всех, но не себя, как свойственно любому человеку вообще-то. Искать сначала вину в других, а потом уже к себе обращаться. Отец очень опасался, и меня от этого отвлекали. А поскольку я увлеченно рисовал, то я поступил в Московскую среднюю художественную школу. Ее окончил и сдал экзамены в Суриковский институт. И вот здесь, когда я сдавал экзамены в Суриковский институт, я подумал о том, что я как-то не полностью отдаюсь профессии художника. Она как-то меня не увлекает полностью. Ну, то есть, я не знаю, вы шли по улице, размышляли, и такие... Вот это было какое-то внутреннее ощущение. Ну и что? Вот еще картинка, еще картинка. Да, и как-то вот... А в компании с друзьями я, конечно, на пупе хотел, изображал всяких других людей и так далее, и так далее. И это пользовался успехом. Я подумал, а почему мне все-таки не попробовать себя в этом качестве? Ну, вот и так случилось, что я, уже сдав экзамены в Суриковский, я пошел в Щукинскую училищу. И, слава богу, мне повезло, я встретил там двух педагогов, Шридингера и Катин Ярцева, которые потом ввели курс, а руководителем курса было смотреть Рапопорт. И они меня встретили, и они меня прослушали. И сказали, вот ты готовь там материал еще, мы тебя еще послушаем. И я счастливый пришел домой и сказал, папе, я поступаю в Щукинское училище. Он сказал, ну, никуда не уходи, что здесь. То есть, набрал телефон, позвонил Рубену Николаевичу Симонову, своему другу, худруку Вахтанговского театра, и сказал, Рубен, Васька поступает в ваше училище. Я тебя прошу, прослушаю его. Если нет способностей, гони в шею. Набрал при вас, позвонил? Да, при мне. Я тут стоял, я думаю, ничего себе, ситуация, да? Я поехал в Вахтангский театр, пришел в кабинет Симонова. Там, кроме Симонова, сидел Абрикосов, Гриценко, Пашкова. Я, естественно, представляете, мое состояние, да? Волновались. Ну, и я был в ужасе, в ужасе, но взял себя в руки и понял, что панель пропал. И Рубен сказал, что что ты хочешь, почитай поэзию какую-нибудь. А я, слава богу, очень люблю поэзию и знаю много стихов. А что читали, помните? Помню, я читал Блока, читал Пастернака, читал Пушкина. В общем, полтора часа они меня гоняли. Полтора часа. Я держался за спинку стула, просто перед собой стул, и по спинке стула, обитой кожей, пот такой от меня. Я вспотел струйкой такой, тек пот. Прослушали меня, все они, и я пошел домой. Пришел домой, позвонил в дверь, отец открыл, сказал, звонил Рубен, сказал, что ты на верном пути. Василий Борисович, ну вот даже маститые актеры, артисты говорят, что все равно волнуются перед выходом на сцену, перед началом съемки. Я знаю то, что вот первый раз вы встали перед камерами в телеспектакле «Город на заре» в эпизодической роли. Вы играли там «Комсомольца-строителя». Скажите, вот вы помните свои... Знаете, там никакой роли это не было. Пели? В массовке. Астреальный троп-люстой, это есть наш последний пережитенный бой. Мы пели хором, поэтому... Мы волновались в тот момент? Нет, абсолютно. Нет, ну а что, в массовке масса народу, камера ходит, что волноваться-то? Понимаете? А потом я вам скажу, что волнуются, особенно волнуются, за редким исключением, те, которые не уверены в себе. Они не знают, так сказать, пробуют себя в какой-то роли. Так, не так. Никогда в ней не было такой неуверенности в том, что я делаю. Отец мне рассказывал, он был любимый ученик Станиславского, рассказал, что Константин Сергей Станиславский очень волновался в некоторых сценах своих. Он играл в «Трех сестрах» и «Вершинина», а Лужский играл в «Прозорова», брата трех сестер, да, и они знакомятся на сцене, и Станиславский говорит «Вершинин», а Прозорова говорит «Прозорова», они знакомятся. Идет сцена, и Станиславский знакомится, говорит «Прозорова», и пауза повисает, и тогда Лужский говорит «И я тоже», и дали занавес. Дали занавес, была пауза большая, но в занавесе открылся, спектакль продолжился. Нет, у меня не было такого волнения, я не испытывал. Василий Борисович, я когда изучал вашу фильмографию, на самом деле вот этот фильм, его редко можно сейчас увидеть в телеэфире, это неотправленное письмо. Даже не понимаю, почему в аннотациях пишут драма, потому что для меня это оказался чистейший триллер. То есть достаточно такой жесткий фильм. Это была первая ваша весомая роль, но которая потом еще повлияла на вашу карьеру. Почему? Ну, во-первых, это была школа кинематографическая. Попасть сразу к такому режиссеру, как Колотозу Михаилу Константиновичу, к такому оператору, как у Русевской Сергея Павловича. Представьте, что это такое для молодого актера. Моё первое знакомство с кинематографом. Серьезно, в жутких, страшных условиях мы снимали. Горели в тайге вообще. Как мы живы остались, это спасибо Господу Богу, что это все так сложилось. Это была грандиозная школа, и потом партнеры были замечательные, Урбанский, Смоктуновский, Таня Самуева. Это была очень основательная кинематографическая школа для меня. Я знаю то, что на съемках этого фильма вы приобрели свой фирменный голос. У меня был такой усередненный баритончик. Я был очень доволен. Очень доволен, все нормально. А потом Колотозов, он страшно был увлечен всякой техникой, в которой очень молча по нему. И он решил, что мы с Таней будем озвучивать крики. Мы там бежим по осенней тайге и кричим там с Таней. И он решил озвучивать это в нашем лагере, где мы жили, в мороз, 40 градусов. Ну, мы орали, орали, Таня не очень, а я очень. И у меня пропал, вообще пропал голос. Совсем. У нас была в лагере медсестра, очень милая. Она мне сказала, Вася, молчи, ничего не говори в течение недели. И голос вернется, будем надеяться. Я молчал в течение недели, ничего не говорил. А когда я через неделю заговорил, вот такой вот голос был. Я пришел в ужас, в ужас. А потом я вспомнил, что великий Сальвини, итальянский актер, сказал, актер – это голос, голос и голос. Что значит поставленный, хорошо? Индивидуальный голос. Так что я, как говорят, на трамвайный билет выиграл миллион. У меня со мной, как актера, не узнает, скажем, внешне на улице, потому что я разный, в разных ролях. Но когда я заговорил, узнает сразу. А это мешает вот в жизни? Нет, ну это входит в профессию. Надо к этому спокойно относиться, понимаете. Есть вещи, входящие в профессию. И не надо их, говорят, он сыграл так роль, и у него, он, так сказать, потерял голову от успеха. Бедный человек, который может потерять, это его работа. Может быть, довольным, недовольным собой, но уж терять голову вообще, это значит не совсем профессионал. Вы не раз в интервью говорили, что метод Станиславского – это лучший метод для актера в плане работы над образом. Буквально, вот, широкому зрителю. Давайте попробуем объяснить простыми словами, в чем этот метод заключается? Масса приспособленцев, которые окружали Константина Сергеевича, они все говорили, что система, система. Он пишет все книги, никакую систему он не делал. Он делился своим личным опытом. Есть школа представления, которая превалирует и сейчас. Это иллюстраторы. Они очень честно делают иллюстраторы. Сейчас мой герой, он сейчас задумается, он задумается. А сейчас он рассмеется. Сейчас заплачет. Сейчас он плачет, знаете. А внутренне это не происходит. Человек изображает внешне, обслуживает роль, не создает живой характер. Это страшная профессия. Вы превращаетесь в другого человека. Нужно ощутить, во-первых, природу характера человека, в который вы играете. И смеяться так, как вы смеете жизни. Ваш герой же не смеется так, как вы. Вот даже такой детальку. Маленькую, да? Другого надо искать, как он смеется. Его реакции, понимаете? И вы чувствуете, что я не я, понимаете? И вы, играя, вы все время контролируете себя, чтобы не быть собой. Это профессия ужасная. Кроли Шерлока Холмса. Как вы готовились? Какие были главные задачи? Ну, кроме того, что... Никак я не готовился. Никак. Ну, я читал Шерлока Холмса, когда был мальчишкой, и мечтал, естественно, быть Шерлок Холмсом. Когда мальчишкой был, да? А потом, когда выпала роль, я же себе хорошо представлял с детства, какой это человек. Я вот сейчас постараюсь быть этим человеком, да? Как он реагирует. Смотрите, не так, как я, а по-другому несколько. Что это вы там едите, Ватсон? Омлет, какая мерзость. Поросайте это и одевайтесь. И внешняя сторона здесь не важна. А важны его реакции, а не тоже изображать какого-то немыслимого. Для него это органика. С исполнителем роли доктора Ватсона, Виталием Соломиным, у вас была достаточно теплая дружба. Вот как вы считаете, если бы... Она была у нас не теплая, она была очень крепкая и дружбой. Она была... Мы были не разрывные друзья, просто. Вот если бы вот эта химия не случилась, то получился бы образ Шерлока Холмса? Нет. Нет. С самого начала, когда... Когда меня вызвали на пробу, и Виталия... Виталия пробовали. Я просто по уровню его мастерства, я понял, что он будет играть Ватсона. Я сразу подумал о том, что нам нужно искать какие-то дружеские сближения, иначе ничего не получится. Это тайна, вы понимаете? Кинематограф несет в себе некую мистическую тайну. Ну, скажем, можно сыграть любовь какими-то взглядами, прикосновениями, да? А как дружбу играть? Как играть дружбу? Как играть дружбу между... Как? Какими приспособлениями это делать? А если в жизни вы дружите, то это каким-то немыслимым образом сказывается на экране. Немыслимым образом. Вот мы очень близко подружились. И это сказалось. Это нам помогло. И когда я писал очерка Шерлоком, себя в этой роли, ведь я же сказал, ты обязательно напиши, что держать втору так же сложно, как вести мелодию. Правильно сказал. Я это и написал, да. Потому что не может быть плохо сыгранной Ватсона, но рядом очень хорошо сыгранный Холмс. Или наоборот, великолепно сыгранный Холмс и никудышнего. Все. Это дуэт. Это дуэт. Если один поет точно, а второй врет, все разваливается. Смотрите далее. Как Василий Ливанов изменил советскую мультипликацию. Харкогил Геннер. Он же человек. Я представляю характер. Зачем режиссер снял свою версию романа о Дон Кихоте? Благородный рыцарь и мудрец из народа это полная чушь. И какое событие навсегда изменила жизнь легенда кино? Я рыдал, я хохотал и рыдал. И так это осталось в душе навсегда и до сих. Почему Вас так привлекла в свое время мультипликация? Я мальчишкой. Во время войны папа меня провел. Дисней прислал фильм Бэмби. И пригласили взрослых людей, художников, больших артистов и все, посмотреть. И отец в ней взял посмотреть. И я был потрясен. Быстрее! Быстрее, Бэмби! Не оглядывайся! Беги! Малыш! Мама! Сердце защемило, когда была драматичная сцена гибели матери? Я рыдал, я рыдал, я хохотал и рыдал. Я ничего лучшего в жизни не видел. В кино. Для меня Бэмби это было что-то невероятное. И так это осталось в душе навсегда и до сих. И когда я закончил высшие курсы, то я в это время написал свои душе сказки и издал их. Они были изданные сказки. И как раз в этот период я стал членом Союза писателей, потому что я повесть опубликовал. И меня рекомендовали в члены Союза писателей два человека. Борис Николаевич Полевой и Валентин Петрович Катаев. Это не хохры-мухры. И когда я кончил режиссерские курсы, то я написал сценарий по одной из своих сказок. Самый-самый-самый. Сказали льву звери и птицы, ты теперь царь зверей и должен стараться быть самым смелым, самым сильным, самым мудрым и самым красивым. Нечего мне стараться. Про Львенка, да, какой он врач стоит Большого Льва. И мне на студии там дирекции сказали, а вот вы, говорят, кончили курсы режиссерские? Я говорю, да. Ну, вы можете поставить сами, вот, ваш сценарий, я говорю, с удовольствием. Я стал ставить сценарий, а потом Михаил Ильич Ром, который вел нас в курсе, спрашивает меня, говорит, ну, ты уже нашел что-то для диплома? Я говорю, Михаил Ильич, я пока ничего не нашел, я сейчас снимаю вот мультфильм по своему сценарию, сказку. Он говорит, покажи. Я говорю, ну, это мультфильм, 20 минут идет. Он говорит, знаешь что, сделать хороший мультфильм иногда гораздо труднее, чем полнометражный игровой фильм. Покажи. И я показал нашим режиссерам, которые вели у нас, Райзман, Ром, да, Трауберг. Я получил диплом с отличием. И остался на Союзе мультфильме. Я был там в 66-м, по 73-й год я там работал. Я там снял фильмы, снимал как режиссер, большой полнометражный фильм «Синяя птица» сделал по своему сценарию и так далее. По моим сценариям еще делали фильмы, потом актерских работ у меня масса. Первая моя актерская работа, это я обучил крокодилицу в своем фильме «Самый-самый». А потом крокодила персонажей, а другое дело крокодила Гену или Карлсона. Человек крокодил Гена, но он же тоже человек. Он же человек, но он внешне крокодил, но вообще это он человек, у него заботы всякие человеческие. То есть в первую очередь вы представляете себе именно человека, да? Я представляю характер. Да. Характер, что ли, характер, его реакции, как на что он реагирует. Ведь крокодил Гена на одно и то же они по-разному реагируют. Крокодил Гена и Карлсона, да? По-разному реагируют. А то, что он нарисован, ну и что? Он все равно живет, движется, говорит. Вообще у актера считалось, что это такая замечательная халтура, мультипликация. Они говорили от себя своими голосами. От себя и нормально. Обслуживали, так сказать, персонажей своих, да? А я сделал Карлсона. И вот когда я сделал Карлсона и грандиозный успех... Задали тренд. Да, актеры поняли, что можно же, ой, что здесь же, можно перевоплощаться здесь. И стали такие актеры, как Бурков, Джигарханян, Табаков, да? Стали делать характер уже. Характер, не просто текст говорить. Нарисованное изображение. Вот так что я такую задал сразу дистанцию. Сложнее или проще работать над детскими персонажами? Или нет никакой разницы? Везде это кропотливая работа? Профессия-то одна. Профессия, жанры разные, а профессия одна. Почему вы решили экранизировать Дон Кихота? Потому что то, что Дон Кихот, который давным-давно уже не одно столетие навязан публике, это враньё. Понимаете, это устроили французские просветители. Им нужно было, чтобы Дон Кихот был эдакий немыслимый гуманист, романтичный герой, романтичный герой, гуманист, который несёт счастье человечества, а с ним рядом мудрец из народа Санчо Пансе. И на это, значит, творческие всякие, в основном спекулянты сначала склюнули, и так и пошло. Давайте такое делать благодетеля Дон Кихота. Враньё. Это враньё. О чём это вообще роман-то? О немыслимой человеческой гордыне. Немыслимой. Дон Кихот воплощение этой гордыни. Этот уже пожилой Идальго, который начитался о романах рыцарских. Который не был рыцарем. И не был рыцарем, при этом он ещё и не был рыцарем, да, а был охотником за кроликами. И он решил, что он может осчистить, он знает, как осчистить человечество, в чём его всё это понимание даже не совпадает со временем, в котором он живёт. и он уцепил пастуха Аслиного, Анаслов пасёт, Санчо Пас. Он его уцепил к себе в оруженосце. А тому очень приятно, потому что он оруженосец, сеньора Дон Кихота и так далее. Вот, вот что происходит на самом-то деле. В остальном благородный рыцарь и мудрец из народа это полная чушь. Понимаете, все играют в церкви, черкасов там, ничего ещё это не имеет. С тем, что писал Сервантес, Сервантес разоблачал чудовищную гордыню. Но если вы твёрдо решили дать мне губернаторское место на каком-нибудь острове, я всегда и во всём буду с вами согласен. И никогда не спорь со мной, Санчер. Потому что всё, что я говорю, правильно. А правильно, потому что верно. Приехал один из Испании искусствовед специалист Сервантес за 4 часа разговаривал со мной, потрясённый моим фильмом. 4 часа. И снял правду, правду, Сервантесовскую правду. Изучая вашу биографию, я понял, что у вас очень много невероятных историй. И вот одна из них, это как вы помогли обрести семейное части самому петербургскому петербуржецу Михаилу Боярскому. Ну, как, значит, композитор мой друг Геннадий Гладков стал работать у Владимирова, режиссёра, в Театре Ленсовета. А потом, значит, решили, что нужно поставить «Беременские музыканты». Мы с Юрием Энтином написали пьесу, тогда назвали её, я не помню, как она называлась, в репертуаре театра, пьесу мы назвали «Трубадуро и его друзья». Когда выбирали актёров, то, естественно, Трубадуро, тогда ещё совсем молодой, Миша Боярский, а из молодых актрис я выбрал Ларису Лупиан. У неё она показалась принцессой. Когда репетировали, я сказал, «Миша, ты посмотри на эту девушку внимательно. Пропустишь, потом всё же жалеть будешь». Вот и случилось. Притом, я знаю, в вашей жизни такие случаи были не раз. Вроде бы, вы также обратили внимание на свою супругу. Да, это очень было просто. Мы стояли с моим художником Максом жеребчевским на балконе на Союзмутеве, который выходил на улицу балкон, и шла девушка в голубой куртке. Я говорю, жеребчевский, где девушка?» Я говорю, «Вот эта девушка, Макс, будет моей женой, родит мне двух сыновей, и у меня будет маленькая синенькая машинка». Он сказал, «Ты придурок?» Макс, я сказал, «Ты распридурок?» «Что ты несёшь?» «Что ты несёшь?» «С какой стати?» «Ты даже не знаешь, кто это?» «Но когда это случилось, всё, как я сказал, Макс, знаешь, мне страшно иногда с тобой разговаривать. Я не знаю, откуда у меня вот это вот, что-то снизошло». Василий Борисович, каждый год в театральное училище поступают тысячи юношей, девушек, но не у всех складывается успешная карьера актёрская. Вот кто-то, например, понимает, что это не его стезя, кто-то переключается на другую деятельность, но при этом всё равно мечтает о сцене, а кто-то, наоборот, ну, невероятно талантлив, но вот ему никак не благоволит судьба. Вот, чтобы вы посоветовали акцию. Если человек невероятно талантлив и у него не складывается, в это я не верю. Если человек невероятно талантлив, то Господь, Бог, который даёт людям таланты, не даст этому таланту погибнуть в Тунии. Обязательно. Просто нужно верить в свои силы, нужно верить, нужно иметь гигантское терпение, не ждать у телефона, когда тебе позвонят с киностудии, когда ждёт у телефона потом покупают бутылку водки и ждёт уже с бутылкой водки. Потом уже не телефон, а две бутылки водки и так далее. Это не путь, понимаете, это не путь. Если человек верит в свои силы, он всегда найдёт способ выразить себя, и это будет близкими людьми замечено. То есть главный совет начинающим актёрам какой? Верить в себя, верить в себя. совершенствоваться нужно, верить в себя, прикидывать как что, внимательно смотреть на окружающий мир. Это вот очень важно. Что всё-таки ближе вам, как ремесло? Это актёрское мастерство, сценарное искусство или всё-таки режиссура? Вы ещё и литературу забыли. Или литература? Вы имеете в чём дело? Дело в том, что это всё звенья одной цепи. И разные желания, разные соблазны, обстоятельства подсказывают, какой жанр, какое искусство в данном случае ближе. Литература или кино. В «Медном саднике» у нас царила замечательная атмосфера, потому что мы все были единомышленники. И даже, по-моему, Степлов, Женя мой, друг дорогой, который снимался, он сказал, в «Голубо-Судья». Такая атмосфера в группе, как будто старое кино при больших мастерах одни снималось. Они умели создать вот эту атмосферу дружеского взаимопонимания. Вот это очень важно. Вы как настраивали съёмочную группу на работу? Я настраивал их, читая им стихи. Какие? Разные, самые разные я им читал. Я им читал и Пушкина, и Блока, и Пастернак, и Шпаликова настраивал их на такой поэтический настроек. И они это запомнили, это сказалось, как ни странно. На их отношении к тому материалу, к которому они имеют дело, творчески сказалось. Классику надо знать. Знать хорошо классику. А почему? Потому что раскрывается жизнь человеческого духа. Это очень важно. когда мы, люди, читающие, приобщаемся к этой жизни, мы становимся душевно богаче. Василий Борисович, этот вопрос, он будет звучать, конечно, глобально. В вашей творческой биографии Петербург какое место занимает? первое после Москвы. Первое после моего любимого, дорогого города Москвы, родного моего города Петербурга. Я так отношусь к нему, тоже как к родному городу. 27 мая, день города. Что бы вы пожелали петербуржцам? Оставаться всегда петербуржцами. А что такое Петербург, знает вся Россия. Редактор субтитров Петербурга.